Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Николай Андреев и заведую я лабораторией популяризации и пропаганды математики в нашем центральном математическом месте в нашей стране Математическом институте имени Стеклова Российской Академии Наук. Это небольшой институт, порядка 120 научных сотрудников, из которых больше 30 сотрудников являются членами Российской Академии Наук. Мы здесь лидируем по всей стране. И, конечно, когда мы обсуждали тему и говорили, что нужно рассказать о том, что такое математика, лучше бы здесь было поставить, собственно говоря, математикой. Я все-таки являюсь популяризатором математики, но сотрудничество с институтом, находясь в сотрудничестве с людьми, которые работают в институте, она дает возможность рассказывать про различные сюжеты из математики, не только классические, но и те, которые даже являются современной математикой. Понятное дело, что когда вы популяризируете и рассказываете про какую-то науку непрофессионалам, то далеко не все можно рассказать из этой науки. Так и в математике есть разделы, которые нереально рассказать широкому зрителю, но чтобы не было обидно, скажу, что даже я их, собственно говоря, не понимаю. Поэтому рассказывать вот про в целом математику мы не будем, а мы поговорим о приложениях математики так, чтобы прочувствовать, где вообще математика в окружающем нас мире проявляется, прочувствовать такую основную, ну, может быть, не основную, одну из важных задач математики из различных, совершенно различных, на первый взгляд, явлений природы, нашей жизни, выделить что-то общее, изучить его, и дальше иметь возможность прилагать уже знания, полученные из этих исследований, к другим запросам, которые человечество ставит перед наукой. В качестве помощи, вот один из проектов нашей лаборатории, это книжка «Математическая составляющая», где 30 различных действующих математиков, включая трех филцевских лауреатов, а филцевские премии и медаль, это аналог Нобелевской премии в математике, включая одного Нобелевского лауреата, пишут, понятным образом пишут, про то, какая математика нас окружает. И начну я листать эту книжку сразу со страницы, прежде чем перейти вот к обсуждению на бытовых каких-то примерах, сразу страницу, где сразила книжная полка, где перечислены книжки, которые стоит посмотреть, если вы действительно интересуетесь, что такое математика. И, собственно говоря, если вот открыть раздел «Книжная полка», то в самом начале перечислены три великие книги, по которым учились наши старшие товарищи, и которые рассказывают о том, вообще, что такое математика. Одна из этих книг так и называется, «Что такое математика», авторы Куррент и Робинс, классическая книжка, издана еще в Советском Союзе, все три книжки были изданы, еще переведены в Советском Союзе. И действительно, почитав ее, можно увидеть и методы, с которыми математика подходит к нашему миру, и какие-то задачи, которые решают математики. Вторая книжка – это книжка за авторством Радемахера и Теплица. Называется она «Числа и фигуры». Недавно, так же, как и у той книжки, вышло новое издание с комментариями. И здесь есть сюжеты на разные темы, опять же, чтобы почувствовать, что есть математика. Ну и последняя из этих трех классических книжек – это, на мой взгляд, потрясающая книжка Гуга Штейнгауза, «Математический калейдоскоп». Вот так она выглядела в первом своем издании. Это издание вышло в России, в Советском Союзе, в 1949 году. С огромнейшей любовью издана книжка, хотя времена были не такие простые, как у нас сейчас. И книжка состоит из различных сюжетов. Я позволю себе зачитать один абзац из предисловия, о которой пишет Гуга Штейнгауз к первому изданию. Прогулка по зоологическому саду – не зоология в учебном смысле слова. Однако мне кажется, что нужно сначала заинтересоваться животными, а потом уже заниматься их классификацией и анатомией. А сад открыт для всех, в том числе и для тех, кто смотрит на животных только для развлечения. Поэтому не беда, если кто-нибудь скажет, что мои картинки – не математика. Кто их пересмотрит сначала до конца, тот, быть может, подметит то общее, что их объединяет. А это и есть математика. А, собственно говоря, сегодня мы таким образом и построим наше общение. Мы будем рассматривать различные сюжеты. И вот иногда я буду обращать внимание на общие, на какие-то общие между ними математические связи. А прежде чем перейти к такому рассмотрению, я покажу еще одну книжку тех, кто интересуется именно вот такими философским взглядом на математику. Уже в 21 веке вышла книжка Юрия Ивановича Манина, нашего очень известного алгебраического геометра и математика. Математика как метафора. Вообще математика изучает абстрактный мир, очищенный от физической такой вот реализации. И в этом ее сила и мощь. И в этом в том числе ее интерес, что вы можете изучать некий абсолютный. Причем очень много нерешенных задач, понятных даже школьникам в математике. Еще осталось, понятное дело, что это обычно очень сложные задачи. Но есть и те темы, которые развиваются сейчас. Задачи у них возникают, их можно решать студентами. Ну а мы с вами, как вы договорились, будем рассматривать различные сюжеты из нашей окружающего нас мира и смотреть, какая же у них есть математика. В книжке есть различные части. И прежде чем перейти к бытовым сюжетам, давайте я немного полистаю синюю часть. И вот, например, статья о том, как изучают транспортные потоки. Мы вот с вами говорили, выделить что-то общее. Один из способов изучать пробки, движения транспорта в городе, это попробовать использовать тот аппарат, который разработали механики, а именно разработали, когда изучали гидродинамику. Согласитесь, что поток машин, он очень схож с потоком жидкости, несжимаемой жидкости. Машины не могут быть слишком близки друг к другу, сжимать эту жидкость нельзя. И все вы помните, и закон Бернули, и другие законы из физики, что у вас скорость, например, зависит, скорость потока зависит от диаметра трубы, в котором течет поток. А вот, прилагая такие методы, вполне себе можно изучать и прогнозировать строение, прогнозировать, как будет идти, как будет ехать поток машин по дорогам, как его лучше организовать, и какие дороги нужно строить. Еще одна тема из синей части – это томография. те, кто уже делали какую-нибудь МРТ или компьютерную томографию, знают, что эти снимки четкие, а вот если вы пойдете на УЗИ и будете делать УЗИ, там, каких-то отделов вашего тела, то снимки будут довольно размытые. И дело в том, заключается, что в одном случае математики умеют решать некую задачу, а в другом случае не умеют решать аналог этой задачи. А именно, когда у вас есть рентгеновское излучение, это очень жесткое излучение, оно проходит по прямым линиям через ваше тело. Вы просвечиваете, там, с помощью аппарата, там, компьютерной томографии, просвечивается, делается срез, и по каждой прямой известно, насколько теряется интенсивность этого излучения. Вот, оказывается, зная, оказывается, зная такую информацию по всевозможным прямым, математики умеют восстанавливать карту плотности, собственно говоря, исследуемого объекта. А в случае, когда вы применяете ультразвуковое излучение, то движение такой волны, оно зависит от плотности самого вашего тела. И у вас распространение идет не по прямым, и в данном случае математики не умеют решать обратную задачу, восстанавливать карту плотности. И, соответственно, вот то, что мы видим на снимках УЗИ, это просто приближение, которое умеют делать математики. В действительности, вот в компьютерных томографах, которые все знают, что стоит очень много, на самом деле львиную долю стоимости это математический аппарат, который умеет восстанавливать и рисовать, собственно говоря, картинку. Ну, и обсудив несколько вот таких глобальных сюжетов, давайте пойдем к чему-то более нашему бытовому, более обыденному. Как работает катафот? Вот это устройство, которое есть на всех автомобилях, на всех велосипедах. Кто-то скажет, что это физика, на самом деле геометрическая оптика, это, в общем-то, математика. И у вас есть три, у вас есть три взаимоперпендикулярных зеркала, и оказывается, что если вы направите лучик на них, то после отражения от всех трех зеркал луч идет параллельно тому направлению, откуда он пришел. И тем самым, когда вы, вот, зеркальный треугольничек такой, на уголочек куба, уголочек куба, можно мыслить себе, чтобы все три плоскости были взаимоперпендикулярны, освещаете светом, то свет возвращается к вам же. Отличие от фонаря в том, что для катафота не нужна энергия, и мы видим отраженный свет, который мы же к нему и послали. Те, кто идут справа и слева, например, от машины, в которой включены фары и освещает катафот какого-то велосипедиста, они могут не видеть отблеска от этого катафота, а вот к вам свет возвращается. Это очень удобно, что где бы ни стоял источник света, свет возвращается к нему же. Это такое земное использование, на самом деле, и даже вот те полосочки отражающие, которые есть на одежде, они основаны на той же самой идее, что есть устройство, которое возвращает свет. Поэтому там, например, проезжающие автомобилисты вид тех, кто идут. Но есть и неземное использование. Если пойти в море, то на морских буях, которые помогают кораблям ориентироваться, там тоже есть уголковый отражатель, но уже, конечно же, не для светового диапазона. А в принципе, катафот был установлен и на первом советском луноходе. И идея была следующая. С помощью него мерили расстояние и до сих пор, кстати, измеряют расстояние до луны. Вы из своей обсерватории можете послать сигнал туда, на луну. Известно, где стоит уголковый отражатель. И кайф в том, что сигнал вернется обратно к вам же. По всяким задержкам и смещениям можно определять расстояние до луны. Сейчас это делается с точностью до нескольких сантиметров. Хотя, как мы помним, расстояние до луны больше, чем 380 тысяч. Ну, примерно равно 380 тысяч километров. Оно постоянно меняется. Это число нам сегодня еще понадобится, когда мы начнем говорить о той вот геометрической прогрессии, которую все проходили в школе. Запомним, что напомним, что расстояние до луны это вот порядок 380 тысяч километров. Ну, а мы теперь поговорили о том, что даже в космосе используется. Давайте мы пойдем под землю. Покатаемся на метро. Ну, на самом деле у метро и у железнодорожных составов подвеска устроена одинаково. Поэтому можно поэтому то, что мы будем говорить относится и к тому, и к другому. Вопрос, который сейчас нас будет интересовать как поворачивают поезда метро. Какую проблему вообще вы видите в повороте поезд? На самом деле у вас радиус внешнего рельса больше, чем радиус внутреннего рельса. И, соответственно, путь, который проходит внешнее колесо больше, чем путь, который проходит внутреннее колесо. Если посмотреть на поворот сверху, то это явно видно. Итак, у вас значит, внешнее колесо должно проходить больший путь и не должно быть проскальзанием. А вот в отличие от автомобилей у железнодорожных составов нету дифференциала. Нет устройства, которое позволяет колесам вращаться с различной угловой скоростью. Итак, у нас есть задача. Колеса вращаются с одинаковой угловой скоростью, должны проходить разный путь и не должно быть проскальзанным. Как решить эту задачу? Оказывается, решение чисто геометрическое и очень красивое. Колеса имеют форму конуса. Они действительно жестко сидят на оси. А рельс можно считать, давайте в первом приближении будем считать, что имеет форму дуги окружности. Если бы рельс стояли вертикально, они бы испытывали лишнее напряжение, поэтому их поворачивают внутрь. И вот у нас с вами на картинке уже хорошая модель. Давайте посмотрим, что происходит с колесной парой в повороте. Вы видите, что колесная пара смещается. А прежде чем обсуждать зачем, давайте обсудим, как устроен сам поворот. Итак, нам нужно перейти с прямой на дугу окружности. И хочется, чтобы руль, если мы едем на автомобиле, поворачивать равномерно, а не рывками. И для этого используется математическая кривая, которая называется спираль к корню. Кто захочет, посмотрит, что это такое. Использование самой спирали, от нее отталкиваются, к сожалению, расчеты спиралью к корню довольно сложные, поэтому используют какие-то приближения, иногда, например, полукубическую параболу. Ровно так же делают и железнодорожном транспорте, а именно используют спираль к корню как переходный участок между прямой и дугой окружности. С вами посмотрим дальше, что происходит в повороте. Нам отметили точки касания, и вы видите, что колесная пара действительно смещается. Зачем? нам сейчас отметить окружность касания. И видно, что при смещении колесной пары вы как будто бы получаете колеса переменного радиуса. А внутреннее колесо имеет меньший диаметр, чем внешнее колесо. При этом никто не управляет собственно говоря этим смещением кроме природы. Человек придумал такую вот сделать коническую колесную пару, а после этого уже механик сама смещает ее насколько нужно. И если вы слышите какой-то скрежет при повороте железнодорожных вагонов, трамвайных или вагонов метро, это значит просто не выдержан минимальный радиус поворота. А где конус в нашей обычной жизни встречается? Подумали, у нас на столе появился стаканчик. Вопрос, почему стакан делают в форме конуса? Ровно так же, как и ведро, такое жестяное ведро. И стоит подумать о том, как собственно говоря делали этот стаканчик. давайте мы возьмем листок бумаги и попробуем из него что-нибудь свернуть. Что можно свернуть из листа бумаги? Очевидным образом цилиндр. Можно еще свернуть конус. На самом деле ничего другого, такого интересного свернуть нельзя. И тогда возникает второй вопрос. Почему же ведра жестяные, а сейчас в современном мире стаканчики делают в форме конуса, а не в форме цилиндра. В реальности ровно потому, что такие стаканчики сделаны из одного и того же, из одной и той же формы, одной и той же формы, можно вставлять друг в друга. Вот стоило чуть-чуть подумать и сделать конус, а не цилиндр, и получается большой бонус. Перевозить можно вставленные друг другу стаканчики. Ровно это же относится и к дорожным конусам, и к тем конусам, которые стоят у нас в спортзале. И в этом стаканчике есть еще одна, хоть и незаметная, но очень важная деталь. У меня сейчас в руках бумажный стаканчик, а дома лучше провести эксперимент с пластиковым стаканчиком. Смотрите, вот здесь есть закраина. Какой формы это закраина? Попробуйте у пластикового стаканчика отрезать эту закраину, и увидите, что он станет мягким, им будет невозможно пользоваться. А вот какой формы должна быть поверхность, сделанная из тонкого-тонкого пластика, чтобы она не изгибалась, это тоже задача математики. И в частности математики умеют доказывать, что если вы возьмете кусочек Тора, ну это бублик, поверхность бублика, а кусочек Тора, то даже небольшой кусочек такой поверхности будет жестким, и вы сможете придать жесткость всему стаканчику. Ну, и раз мы взяли листок А4 в руки, давайте подумаем, какое соотношение сторон в этом листочке. Те, кто изучали, как устроены форматы бумаги, знают, что соотношение равно корню из двух. Вообще, корень из двух это одно из первых чисел, про которые люди, наше человечество, когда-то давно доказали, что бывают иррациональные числа. Есть числа рациональные вида P делить на Q дробь такая, где P и Q целые числа, но оказывается, что бывают не только рациональные числа, но и иррациональные числа, которые непредставимы в виде дроби P делить на Q. Вот корень из двух был одним из первых таких числов, про которые люди осознали, что это не рациональное число, диагональ, квадрат со стороны единицы. И вот на самом деле у листочка А4 отношение сторон равно корню из двух. Первый вопрос, который мы обсудим, собственно говоря, зачем? Хочется сложить листочек А4 и получить геометрически подобный целому листочку. Подобие, то самое подобие, которое было у вас в школе на урок геометрии. То самое подобие, если взять то, что называется иногда в жизни масштабированием, если взять источник света, светить на стену, то получим листочка с таким тень от листочка, с таким же отношением сторон, но более большую. Так вот, здесь у листочка А5 и у листочка А4 есть точно такое же свойство. Это очень удобно. Например, можно сделать какой-то макет на формате А4, на листочке А4, и потом его отксерить в листочек А5 или в листочек А3, и вам не нужно будет менять макет, потому что соотношение сторон у этих листочков одно и то же. И вот, если задастся такой целью, то можно вычислить, что соотношение сторон должно быть корень из двух. И вот типов бумаги с таким соотношением сторон форматов, их несколько А, Б и Ц. Такой вот стандартный, который мы в офисе чаще всего используем. Это А называется. У вас есть нулевой базовый лист с нужным соотношением сторон. Есть половинка от него, которая называется первым листом, половинка от половинки второй лист, ну и поехали так дальше. И когда у нас у базового листа было отношение корень из двух, то это отношение сохраняется и при делении листочка пополам. Так вот, различаются форматы А, Б и Ц тем способом, которым выбирается нулевой базовый лист. А в формате А базовый лист выбирается с того соображения, что его площадь равна ровно квадратному метру. И зная это и помня, что у обычной офисной бумаги плотность равна 80 грамм на метр квадратный, вы можете посчитать, что листочек А4 весит 5 грамм, ну а соответственно пачка из 500 листов весит примерно 2,5 килограмма. Когда вы окажетесь в лесу, у вас не будет ничего под руками, кроме пачек бумаги, вы сможете что-нибудь померить. И несмотря на то, что такой пример применения, он казалось бы совсем смешной, наверняка вам в детстве приходилось и не только в детстве что-нибудь когда-нибудь мерить по клетчатой бумаге. а это такой мысленный эксперимент говорит о том, что если вы знаете какие-то физические, химические свойства тех объектов математические, которые вас окружают, то вы сможете что-то сделать, а если не знаете, то чаще всего сможете либо сделать хуже, либо совсем не сможете сделать. И один пример, который я приведу вам в подтверждение сказанных слов тоже связан с листочком А4. Представьте, что я хочу на ксероксе отксерить листочек А4 в листочек А3. Сколько процентов на ксероксе нужно поставить? И именно знание, что отношение сторон равно корню из двух дает нам сразу ответ, что можно поставить 141 процент и быть уверенным, что мы сразу попадем в нужный формат. А если я хочу листочек А4 отксерить в листочек А5, то нужно поставить единицы на корень из двух. Те, кто знают в минимальном объеме алгебру за школу знают, что единица на корень из двух равно корень из двух пополам. Ну 141 пополам мы как-нибудь поделим. Нужно примерно поставить 70%. И это огромная мощь математики, что она очень часто дает вам самый лучший ответ. вместо вместо того, чтобы стоять у ксерокса и заниматься подбором. А когда вы занимаетесь подбором, вы не знаете, может быть, вам еще полчаса помучатся и результат будет лучше. А может быть, год придется мучиться. А может быть, вы и за пять минут какого-то хорошего результата достигнете. А математика зачастую во многих задачах дает, что лучше сделать нельзя. Делай так и лучше у тебя уже не получится. Ну а мы пойдем к следующим примерам. И наверное, чуть-чуть поговорим про музыку. Потому что мы же с вами договаривались поговорить о том, что в различных совершенно областях нашей человеческой жизни проявляется один и тот же математический аппарат. И первое, что я о чем мы поговорим это про чистые интервалы. Такое устройство называется монохорд. У вас есть резонатор, на котором натянута струна. Если бы не было резонатора, мы бы не слышали колебания струны. А на самом деле вот колебания струны это такая очень хорошая модель, через которую можно реализовать и духовую, и там звук, извлеченный из духового инструмента, или какого-либо другого. Любой звук может быть реализован с помощью колебания струны. В древности это было и научным инструментом, и, собственно говоря, музыкальным инструментом. если взять два одинаковых монохорда и возбудить струну, то мы услышим унисон прима, да, два одинаковых звука. В древности люди начали составлять подставочку и брать часть струны, и смотреть, когда эта часть звучит приятно с основной струной. И оказалось, что если взять половину длины струны, то мы получим то, что интервал, то мы получим интервал, который называется потом уже назвали октавой. Ну а так как частота обратно пропорциональна длине, то мы получаем, что октава это музыкальный интервал, который составляет два звука, частоты которых различаются ровно в два раза. Среди чистых интервалов есть и другие. Если взять две трети струны, то мы и смотреть, как эта струна звучит с основной струной, то мы получим интервал, который называется квинта. Отношение частот равно трем вторым. А если же взять три четверти, струны, то это будет кварта. Собственно говоря, это и есть чистый интервал. Давайте мы сядем за пианино, где у нас будет клавиатура. Итак, мы с вами знаем, что две ноты, различающиеся на октаву, имеют частоты, различающиеся ровно в два раза. Ну, например, ля первой октавы и ля второй октавы. А если сыграть гамму, пробегая по всем белым, черным клавишам по очереди, какую последовательность частот мы услышим. Оказывается, что равномерно темперированный строй построен на геометрической прогрессии. Той самой прогрессии, которую мы все проходили в школе. И иногда даже вот одна из бед, собственно говоря, школьного математического образования, что зачастую школьники не понимают, зачем им учить то или иное свойство. Но поверьте, там свойства, понятия, поверьте, что абсолютно все, что вы учите, теорема Пифагора, логарифмы, синусы, они встречаются вокруг нас, и если видеть это, то будет гораздо интереснее жить. Так вот, геометрическая прогрессия, это последовательность чисел, каждое следующее отличается от предыдущего домножением на одно и то же число, которое называется знаменатель. Чтобы лучше вспомнить, что такое геометрическая прогрессия, давайте вспомним легенду о шахматах, когда мудрец Сесса пришел к царю Шираму и попросил, и показал ему игру в шахматы. Царю Шираму настолько понравилась игра, что он сказал проси все, что хочешь. И Сесса попросил зерна на первую клеточку одно зернышко, на вторую клеточку в два раза больше, два зернышка, на третью клеточку еще в два раза больше, то бишь четыре, и так дальше. На самом деле, это геометрическая прогрессия с первым членом, равным единице, и со знаменателем, равным двойке. Все вы наверняка помните, чем закончилась эта история. у царя не нашлось столько зерна. А на самом деле, если проанализировать, то урожай со всей планеты нужно собирать в течение нескольких тысячелетий со всей планеты, чтобы набрать такое количество зерна. А смотрите, мы начали с одного зернышка, у нас всего 64 шага по геометрической прогрессии, и получается такое огромное число зерен. То есть, это говорит о том, что геометрическая прогрессия очень быстро растет. Вот, если наша камера будет ехать равномерно, то каждую следующую ступеньку нам нужно будет ждать в два раза дольше. Если бы мы хотели дождаться конца этого мультфильма, то мы с вами никогда бы не перестали разговаривать. И спрошу вас, а вот из того, что у вас есть дома, на чем вы могли бы показать то, что геометрическая прогрессия очень быстро растет? Ну, из того, что у меня под руками, я воспользуюсь листочком. Смотрите, толщина листочка очень маленькая. Я буду складывать листочек пополам. Каждый раз толщина будет удваиваться. Ну, имеющиеся стопки. Каждый раз толщина удваивается. Это геометрическая прогрессия с знаменателем двойка. Известно, что где-то на седьмом-восьмом шаге меня постигнет неудача. Я уже не смогу дальше сложить эту стопку. Но если бы мне удалось сложить всего сорок два раза, всего сорок два шага по геометрической прогрессии, то толщина этой стопки оказалась бы больше, чем расстояние до Луны, которое мы сегодня вспоминали. Больше, чем триста восемьдесят тысяч километров. Мы начали с очень тонкого листочка, всего сорок два шага, и получаем огромнейшее совершенно расстояние. в двадцать первом веке придумали еще одну идею, как можно показать то, что геометрическая прогрессия очень быстро растет, ну и соответственно очень быстро убывает. Здесь вот на экране шестеренки, каждая зацеплена за предыдущую, и отношение, передаточное отношение один к десяти. В жизни, конечно, такое делать плохо, слишком большое передаточное отношение, но нам сейчас вполне себе подходит, если первая шестеренка сделала десять оборотов, следующая шестеренка сделала один оборот, следующая одну десятую оборота, и так дальше. То есть у нас геометрическая прогрессия со знаменателем одна десятая. Первый член этой геометрической прогрессии равен трём, трём, первая шестеренка делает три оборота в секунду, и если посмотреть за длительное промежуток времени, что произойдёт с системой, то мы увидим следующее. Давайте подождём некоторое время. Вот десять лет спустя, когда первая шестеренка вращалась три оборота в секунду, не останавливаясь, мы увидим, что первая шестеренка сделала под 900 тысяч оборотов, а последняя шестеренка даже на одну тысячу оборота не провернулась. Смотрите, а шагов-то всего тоже, здесь всего 12 шагов. То есть вот это ещё раз нам демонстрирует, что геометрическая прогрессия очень быстро растёт и очень быстро убывает. и это свойство, то, что геометрическая прогрессия очень быстро растёт, позволяет нам не делать много клавиш в рояле. В обычном концертном рояле 88 клавиш. Больше не нужно, потому что у вас больше не нужно, потому что вы за 88 шагов проходите более-менее весь интервал, который приятен для человеческого слуха. А почему же люди положили на самом деле чуть раньше Баха? Бах уже узаконил геометрическую прогрессию в основе равномерно темперированного строя, а придумал Мерсен. Почему же люди положили геометрическую прогрессию в основу равномерно темперированного строя? Ровно потому, что геометрическая прогрессия всюду устроена одинаково. А если посмотреть через окошечко какой-то длины на этот кусочек геометрических прогрессий или на следующий кусочек, то мы увидим одно и то же. Казалось бы, сейчас видно другое, но в действительности это то же самое, если поработать с прогрессией и вспомнить ее свойства, что какое-то число умножилось на Q, на Q в квадрате и на Q в кубе. Ровно то же самое, что было, когда мы смотрели первый случай. И это дает возможность сдвигать мелодию. Не только на октаву, не только на период, но на любое количество ступеней транспонировать мелодию. Собственно говоря, ради этого и положили геометрическую прогрессию в основу равномерно темперированного строя. Последний вопрос, который мы обсудим, связанный с равномерно темперированным строем. А каков знаменатель этой прогрессии, которая лежит в основе равномерно темперированного строя? На самом деле вы можете ответить на этот вопрос. Все данные у нас есть. Смотрите, мы знаем, что ноты, различающиеся на октаву, различаются ровно в два раза. Мы знаем, что внутри октавы у нас 12 шагов, и значит знаменатель прогрессии, который лежит в основе равномерного темперированного строя, равен корню 12-ой степени из двух. Представляете, что вот такое число лежит в основе музыкальной нашей гаммы. На самом деле здесь много чего можно обсуждать. К сожалению, такое хорошее математическое построение музыкального строя, оно приводит к тому, что в нем нет никаких чистых интервалов, кроме октавы. Здесь нет ни чистых квинт, ни чистых кварт. Но, тем не менее, все-таки есть интервалы близкие к чистым квинтам, чистым квартам. Вопрос, насколько нужно поделить, мы все знаем, что октавы делятся на 12 шагов, а может быть можно поделить как-то по-другому, и будут интервалы, которые ближе к чистым квинтам и чистым квартам, чем дает деление на 12 шагов. И здесь я, наверное, не буду уж долго рассуждать, показывать какие-то более сложные картинки. Скажу, что в комментариях книжки вы сможете прочесть, что действительно именно деление на 12 ступеней оно очень хорошо. И опять же возникает некий аппарат, который называется цепные дроби, иногда называют непрерывные дроби, иногда цепные дроби, который позволяет и календарь построить наилучшим образом, узнать, например, вот грегорианский календарь, по которому мы сейчас с вами живем, он наилучший или нет. И доказать, что деление на 12 равномерных шагов по умножению, по геометрической прогрессии октавы это тоже очень хороший вариант. И кроме того прочего, вернемся к листочку А4. Мы с вами обсуждали, что здесь отношение корень из двух, но в жизни же нельзя и рациональное число использовать, это очень неудобно, нам нужно какое-то рациональное приближение найти. Вот подобрать эти рациональные приближения собственно говоря помогает все тот же аппарат цепных дробей. А кто захочет проследить вот эту связку как и там, и там, и там один и тот же математический аппарат, опять же залезет в книжку математической составляющей, посмотрит комментарии к соответствующим сюжетам. Ну и в конце нашего общения давайте раз уж мы начали листать с первой части посмотрели некоторые сюжеты зеленой части очень мало количества сюжетов здесь можно рассказывать долго посмотрим еще несколько обсудим еще несколько статей из красной части собственно говоря так же как и синяя часть авторской части о чуть более сложных с одной стороны вещах но с другой стороны и в каком-то смысле более важных в качестве приложений математики и первый сюжет про который я скажу это статья Юрия Владимировича Матисевича нашего питерского математика который рассказывает про быстрое умножение вот если вам дадут два больших числа то как вы их будете перемножать со школ нас всех научили умножать столбиком и собственно говоря так люди делали на протяжении столетий а Анатолий Алексеевич Карацуба в 60-х годах нашего в 60-х годах 20-го века сотрудник нашего института задумался а нельзя ли быстрее чем столбиком перемножать числа и выяснилось что можно и теперь метод Карацуба используется ну его аналоги используется абсолютно во всех компьютерах и это позволяет существенно ускорить работу с большими числами когда вам нужно перемножать и вот вам пример того что все делали нашелся математика который задумался а можно ли сделать лучше и собственно говоря сделал лучше еще одна статья про которую я упомяну это статья Владимира на ютубе ну в любом случае по интернету нашу видеозапись в действительности она прошла очень большую математическую обработку и если бы такую запись делали во времена Фурье ну скажем в 19 веке то использовали синусы и косинусы для того чтобы сигнал представить по базовым функциям на самом деле вот в 19 веке был наш работал наш величайший математик Пафнути Львович Чебышев в мае 21 года ему исполняет ему исполнять 200 лет со дня рождения Пафнути Львовича который первый придумал который первый ввел ту область математики которая сейчас называется теория приближения функции теории аппроксимации задача очень простая представьте что он на спутник нужно закинуть график какой-то функции как это можно сделать ну чтобы например вот эта функция этот график там управлял движением корабля ну функция конечно а не ее график вот как это можно сделать это можно было бы делать поточно взять мелкую мелкую сетку и передавать кучу-кучу кучу-кучу значений функции в этой мелкой сетке ну также можно передавать изображение взять в каждой точке записать кучу значений этого изображения и так далее а можно поступить по-другому представьте что на некотором участке на некотором небольшом участке у вас функция похожа на параболу ту самую параболу которую проходили в школе как мы с вами знаем парабола это график квадратичной функции и для ее задания нам нужно всего три коэффициента при квадрате икса при самом иксе и свободный член вот мы можем передать всего три числа а там на спутнике восстановят и с какой-то точностью мы будем иметь нужную функцию если точность нас устраивает то смотрите мы передали не кучу огромную точек значений функции в данных точках а всего три числа а вот идея как заменить какую-то сложную функцию на что-то более простое это вот как раз и есть основная задача теории приближения функций которую начал Пафнути Львович Чебышев собственно говоря когда-то и в математике это очень важно и до сих пор применяют использовали синус-косинус разложение для тех кто знает ряды фурья а теперь используют то что называется всплески более современное более инженерное название вейвлеты и они построены тоже на математике а на чем бы еще могли быть построены и собственно говоря позволяют очень и позволяют получить огромный выигрыш когда вы сжимаете сигнал когда вы реставрируете сигнал еще один сюжет из красной части который я упомяну это как раз статья нашего лауреата филдерской премии Станислава Смирнова которая рассказывает о модели случайных блужданий у вас есть представьте лист тетрадный в квадрат в клеточку там есть узлы у вас есть квадратичная решетка и вы с одинаковой вероятностью можете из какого-то узла пойти вправо влево вверх или вниз ну такой вот в книжке это когда мы писали довольно долго и аккуратно старались обходить а в такой фольклоре у вас есть пьяный матрос который доходит до перекрестка теряет присаживается теряет ориентацию и равновероятно идет направо налево вперед или назад вопрос вернется ли этот матрос когда-нибудь на свой корабль выйти из него как далеко он уйдет за н шагов моделька очень простая ее изучали она оказалась очень глубокой в разных размерностях происходит по-разному на плоскости по одному на прямой когда вы просто вправо-лево ходите по-другому а в трехмерном пространстве совсем по-другому разные ответы на вот те вопросы которые я задал и оказывается что вот эта вот простая модель она привела во-первых и к созданию броневского движения с помощью которого Эйнштейн показал молекулярное строение нашего вещества она используется и на биржах когда пытаемся мы моделировать рост цен на бумаге на бумаге ровно же эта модель проявляется еще во многих областях с которыми имеет дело человек и вот говоря про начало нашей лекции вот простенькая модель математики ее изучили поняли свойства какие проявляются там в зависимости от размерности от каких других параметров а потом человечество имеет возможность использовать эти знания уже для совершенно других областей и собственно говоря статья Станислава Константиновича заканчивается на применении модели случайных блужданий к химическим к интересным свойствам химических веществ ну и его любимая задача перколяции когда у вас рассматривается может ли газ или вода там проникнуть через фильтр и все завязано на случайное блуждание ну и последняя наверное статья чтобы вы посмотрели в сторону такого нашего тоже известного поляризатора только теперь уже не математики а лингвистике это статья Саши Пиперского это скан из некой книжки вопрос который я хочу задать как вы думаете по какой науке эта книжка давайте начнем читать теорема 1 для любой простой матрицы верно что среди ее результирующих матриц есть хотя бы одна такая где число разных строк С равно числу связок исходной матрицы К и нет такой где С меньше К если посмотреть то ниже на странице этой же книги на этой же странице книги встречается теорема 2 тоже что-то про матрицы собственно говоря вопрос по какой науки эта книжка оказывается что это страничка из книжки нашего великого совершенно ученого которого к сожалению уже нет с нами Андрея Анатольевича Залезняка и книжка называется русское именное словоизменение на самом деле это книжка по русскому языку а математика лежит вот в основе даже изучения языка и в частности это вот показывает статья Саши Пеперского как компьютер ну какой-нибудь google translate автоматически определяет язык текста который вы вводите в эту программу понятное дело что по алфавиту определить нельзя существуют языки у которых алфавиты но если не один в один то пересекаются например у болгарского языка вот пример который приводит автор у болгарского языка алфавит состоит из букв русского алфавита ну в котором не используются некоторые три буквы как определить как определить язык и оказывается вполне себе неплохой работающий подход это посчитать частотности букв в том или ином языке претенденте вот можно взять большое количество текстов там например на русском языке на болгарском на украинском на белорусском и посмотрите с какой частотой в каждый из этих языков входит буква а с какой частотой входит там буква б посмотрите это частотности вы увидите красивую картинку вот эта вот картинка которую вы сейчас видите на экране она является таким паспортом языка как использовать это для определения для определения языка с точки зрения компьютера когда вы вводите то каждый он не знает какую следующую букву вы введете можно считать что события независимы а сейчас вот в школах есть курс теории вероятности где учат что если у вас независимые события то вероятности перемножаются можно в полученной компьютером фразе перемножить вероятность всех букв и мы получим вероятность возникновение данной фразы в данном языке сравнивая между разными языками вы увидите какому языку принадлежит данная фраза этот метод вполне себе работает но не всегда как можно его улучшить и возникает то что в математике называется марковские цепи которые названы по имени нашего великого математика Андрея Андреевича Маркова их было два старшего который взял Евгений Онегина выписал первые 20 тысяч знаков из Евгения Онегина и посчитал зависит ли вероятность что следующая буква будет гласной в зависимости от того какая была предыдущая согласная или гласная ну с точки зрения таких бытового примера если сегодня у нас жарко то вряд ли завтра будет снег а дождь более вероятен на самом деле зависит и вот Марков не поленился выписал в первую для первой своей статьи 20 тысяч знаков для второй 40 тысяч знаков из Евгения Онегина и аккуратненько посчитал сколько там гласных сколько согласных и какова вероятность не только сколько но вот зависимость какова вероятность что гласная идет после гласной или же гласная идет после согласной то есть на самом деле нужно смотреть пары с предыдущим событием что это значит на примере языка вы можете брать вероятность не встретить букву М в данном языке когда вы анализируете слово математика к какому языку там написанное по-русски принадлежит а вы должны рассматривать пару МА АТ ТЕ и смотреть вероятность возникновения такой пары и вот такой метод перемножать уже эти вероятности и вот такой метод работает уже очень хорошо ровно та же самая идея работает и во всяких там Т9 когда нужно исправлять когда нужно исправлять ошибки опечатки пользователей в Варде авто Т9 тоже работают математические методы тоже работают марксские цепи и вот смотрите ну в технике понятно в общем-то вся техника построена на тех или иных математических расчетах в исследовании языка математика тоже применяется на самом деле применяется в медицине например оптическое свойство эллипса даже не буду говорить сейчас что это такое применяется в медицине при дроблении камней в почках мы вот готовясь к лекции говорили тут говорят а вот могли бы вы что-нибудь про золотое сечение рассказать и ответом будет то что есть такие числа фибонач предел которых есть золотое отношение которых есть золотое сечение и вот оказывается что в природе наблюдается явление филотаксиса которую когда вы смотрите на количество ну давайте для простоты спирали в подсолнухе правых и левых и вы получаете два соседних числа фибоначчи или там на шишке или у нас зима наступает на ананасе можно посмотреть количество спиралей или вот на ананасе можно посмотреть количество правых и левых спиралей и вы будете все время получать почему-то два последственных числа фибоначи кстати люди математики до сих пор не знают Ну, математики, физики и механики до сих пор в точности не умеют отвечать на вопрос, почему. Но, тем не менее, пронаблюдать это может каждый из вас. Если вы будете наблюдательны, а к тому же еще знать математический аппарат, то жизнь будет гораздо интереснее. И сделать вы сможете гораздо больше, как, например, показывает пример быстрого умножения. Поэтому стоит потратить некоторое время тем, кто учится в школе, освоить какие-то формулы, тем, кто уже вышел из школы, посчитать какую-нибудь классическую нашу литературу. Здесь вы можете найти список, и это украсит вашу жизнь. Удачи!